Детское радио представляет Сказки народов мира Предание земли Аотеароа Новозеландские сказки Хаэрэмай Так приветствует каждого, кто ступает на ее берега Земля Аотеароа Или Длинное Белое Облако Так назвали ее люди, давным-давно приплывшие к ней по водам Великого океана Многое повидала Аотеароа О многом может рассказать О чистой любви и вражде племен О гигантских птицах и духах леса О дружбе и предательстве О говорящих камнях и могущественных колдунах Вот одна из ее историй Отважный Хакавау Однажды девушки из прибрежной деревни купались в море И вдруг чьи-то невидимые руки подхватили Рону Самую красивую и веселую из них И она исчезла в воздухе на глазах подруг На языке Маоре подруга и друг Это одно слово Ха Дружбу настолько ценят Что в знак благодарности за еду Гости обычно говорят Эхоама И на теора от это нато Друзья – это суть жизни Подруга или друг Ха Девушки с криком выскочили из воды И побежали в поселение прямиком к Хакавау Искусному воину, который был немного еще и колдуном Выслушав их сбивчивый рассказ Хакавау сказал Я знаю Это дело рук злого колдуна Пааву Если бы его можно было одолеть в бою Я с радостью повел бы воинов против него Но в этом деле замешаны чары Прежде чем отправиться к Пааве Я должен посоветоваться с моим мудрым отцом Пришел Хакавау к отцу Ты прав, сын Злодея Пааву не одолеть с дубины или палицы Надо, чтобы его сила обернулась его слабостью Вот что Я научу тебя особому волшебству И ты станешь могущественнее Паавы Прошло немало времени Прежде чем Хакавау научился Правильно применять заклинания отца Тогда он собрал небольшой отряд И вместе с ним отправился в горы Где жил злой колдун Когда воины подошли к поселению Паавы Их заметила стража колдуна Демоны, слуги колдуна Паавы Бросились на них Припомнив все, чему научил его отец Хакавау произнес заклинание Собрав всю свою силу и храбрость Храбрость на языке мауры майя Маури очень храбрый народ Они любят повторять Будь сильным, будь храбрым, будь стойким Храбрость майя И лишь закончил произносить заклинания Хакавау Как с неба спустились на землю божества И вступили в бой с демонами Паавы Никто, кроме Хакавау и Паавы Не видел призрачных воинов Сражавшихся друг с другом Никому не были слышны их крики Хриплое дыхание и тяжелые удары палецами Божества были опытными воинами И в конце концов обратили в бегство демонов Тогда Хакавау крикнул своему отряду «Вперед!» Один из храбрейших воинов приблизился к нему «О, Хакавау!» — воскликнул он «Я знаю, ты ничего не боишься, но мне очень страшно Я умею драться с людьми из плоти и крови Но невидимые демоны убьют нас Прежде чем мы подойдем к ограде» Хакавау посмотрел на него и сказал «Не бойся! Демоны Паавы обращены в бегство Бой окончен! Сейчас ты сам в этом убедишься» Хакавау пошел вперед, а вслед за ним Боязливо двинулись его войны Они верили своему вождю Вождь на языке Маури — Арики Вожди Маури были сильными, умными и уважаемыми людьми Они проводили различные ритуалы на благо народа Маури «Человек значим для своей деревни, а вождь для своего народа», — говорят Маури Вождь Арики Злой колдун Паава, видевший со сторожевой башни разгром своих подданных Понял, что лишился своей волшебной силы и теперь смиренно ждал конца Когда воины привели злого колдуна к Хакавау Тот выдернул перья из волос Паавы Снял с его уха нефритовую подвеску и бросил на землю его плащ «Паава, настал конец твоему всевластию!» — сурово проговорил Хакавау «Твои заклинания теперь бессильны перед моими, но я пощажу тебя Только всегда помни о том, что ты обязан мне спасением своей жизни А сейчас отвечай!» «Где Рона?» — приказал храбрый воин Злой колдун Паава произнес заклинание Земля перед ним разверзлась И оттуда выбежала прекрасная девушка Рона Молодой вождь взял Рону за руку И привел ее в родную деревню Скоро сыграли свадьбу И жили Рона и Хакавау долго и счастливо Повторяем, запоминаем Сегодня вы узнали, как на языке Маури звучат слова Друг — Таи Храбрость — Майя И вождь — Арики Сказки народов мира Предание земли Ао Теароа Новозеландские сказки Субтитры создавал DimaTorzok